Давайте дальше тогда по всем тем проектам и продуктам, которые есть у нас, у дочки НТЦ, под названием Protei-технологии, Protei-TL. Ранее уже была озвучена часть мобильной инфраструктуры, решение для госструктуры будет попозже, и сейчас роман про колл-центры. У меня же это часть ВКС IP-телефония, то, что непосредственно для корпоративного заказчика, для какого-то промышленного сектора, ну и, как роман сказал, для министерства обороны, но это уже отдельная история, отдельный разговор. У нас это называется NGN, Next Generation Network. Сейчас это идет как 5G, 6G, но у нас в компании внутри сложилось NGN, а это вот телефония, IP-шная часть. Когда приходят к заказчику, ну и вообще, вот, заходя к заказчику на где-то сторонних странах, не России и так далее, то чаще всего сталкиваются с такими, как CISCO решение или AWAYA. Тут вы сразу же, я думаю, у вас должна подобная реакция быть, потому что у нас это все довольно-таки прямо и легко меняется на наше решение. У нас есть полностью замена CISCO решений и AWAYA. Давайте вот подробно сейчас пробежимся. Есть, да, нюансы, это не один в один, но так или иначе, 95% будет все рабочее и замена пройдет бесшовно. По ваипной части, смотрите, если мы говорим про soft switch, это CISCO, там, CUSM или AWAYA Aura, есть два направления soft switch, soft switch 4, soft switch 5. Четвертый ставится на операторы связи, занимается тем, что маршрутизирует большие потоки данных из одной сети в другую, soft switch 5 класса, занимается тем, что предоставляет дополнительные виды обслуживания и терминирует PCPU или медиа трафика для абонентов. Разворачивается и то, и другое, это программный продукт, разворачивается как на серверах Biometal, так могут быть развернуты на виртуальных средах, ProxMox, VMware, значения не имеет. Мы там работаем в ядре, это Linux. Если мы говорим про soft switch 5 класса, в базе уже порядка 40 DVO, это дополнительные виды обслуживания, то, что доступно будет непосредственно самим абонентам. То есть это прямые вызовы, конференции, хантинг-группы и так далее. То, чем пользуются непосредственно сами абоненты на рабочих местах. Если мы, вот, если мышка една, я надеюсь, вот транковые шлюзы есть, ставится на, тоже, корзина или кассета, на 96 Е1 ставится у оператора связи. Если есть небольшие запросы на 8 Е1, это вот одноюнитовая железка также ставится. Занимается тем, что из Е1 перегоняет трафик в SIP и обратно. То есть, ну, подключение по Е1 также, возможно, и без проблем будет работать. Различные виды сигнализации поддерживаем, даже какие-то такие более-менее старые, там, полтора лиска. Также, если говорить про предприятия, да, мы все говорим про какой-то кастомер, там, не кастомер даже, а про бизнес, то это вот предприятия все-таки еще, нефтянка, энергет, газ, все-таки у них работает такая вещь, как аналоговые линии, все-таки это присутствует, и какие-то рудименты есть, старые требования какие-то есть. Здесь у нас представлена кассета, 6 юнитов до 700 аналоговых абонентов, различные типы интерфейсных плат есть, если подключение к внешним системам, два блока питания, два процессорных модуля для выживаемости, есть одноюнитовое устройство, как модуль выживаемости где-то на удаленном объекте, с одной стороны это как модуль выживаемости, с другой стороны может быть как отдельная АТС небольшая, поддерживает 500 абонентов, 48 аналоговых линий, 2 Е первых, то есть корзина сама в себе, ну, сущность сама в себе, и на кассете, и на одноюнитовой комете у нас находится полноценный софт-свич, то есть он выглядит вот в таком виде. Это касаемо, если очень кратко, по базе пройтись по телефонии. Единый интерфейс управления, и то, и другое, и третье, то есть и кассеты сами управляются через веб-интерфейс, и софт-свич управляются через веб-интерфейс, администраторы будут 95% или 98% проводить вот здесь вот. Интерфейс может быть кастомизирован и переведен на язык той страны, где вы работаете. Если говорить про документацию, надо будет обсудить, потому что админ-гайды – это в основном английский язык, и все-таки технические службы знают английский язык более-менее. Вот, а остальное обсуждаемо насчет перевода там, дополнительных каких-то инструкций. Также есть по безопасности, то есть если веб-интерфейс разворачивается, и есть подключение к оператору, то надо сейшн-бордер-контроллер чаще всего поставить, ну и лучше. Надо поставить сейшн-бордер-контроллер, так или иначе. Вот, смотрите, у нас есть два направления у SBC. Один – это A-SBC, это абонентский SBC, другой – это ESBC, интерконнект SBC. Интерконнект SBC защищает сеть заказчика от внешних подключений к оператору. То есть оператор связи, SBC – сеть заказчика. А SBC занимается тем, что защищает сеть заказчика из интернета. То есть находятся пользователи где-то в сети интернет, даже это может быть поставлен где-то дома телефон, и телефон через SBC регистрируется в сети оператора, в ваипной сети оператора. Защищает сеть оператора, маскирует ее, айдоса защищает, нормализует трафик, если вдруг неожиданно оператор связи предоставляет какой-то странный СИП, его надо нормализовать до понятного СИПа, ваипного оборудования, нормализации. Занимается транскодингом, может быть единой точкой снятия там CDR-ов. Ну, СОРМ это не актуально, но так или иначе. Вот. Это также может быть как запись какая-то, единая точка снятия записи абонентского трафика. Если про крупные проекты, это здесь, на территории Российской Федерации, про крупные проекты на территориях других государств, я в частности могу сказать, что идет и долго движется вот эта вот восточная Гаванна. Ну, я думаю, она скоро построится. Вот. Додавят все-таки и будет реализована. Там наше решение заложено. Ждем пока что какие-то дальнейшие подвижки. Про ВКС, ну, это ВАИПная часть была, да. Теперь про ВКС часть. У нас есть собственные решения, программно-аппаратный комплекс, который занимается, как выступает, как ядро для ВКС. Также огромное количество терминального оборудования, которое ставится непосредственно у самого заказчика, ну, вот на рабочем столе, либо в комнатах, в переговорных комнатах. Про ВКС. У нас это Sapphire. Трехъюнитовая корзина, кассета, в которую ставится до 8 плат микширования, две процессорные платы, два модуля питания, до 250 абонентов микшируют. То есть это могут быть различные конференции, там 10 конференций, либо это одна конференция на 250 абонентов. Каскадируемость есть, можно несколько кассет поставить и растащить это до 800 абонентов. Можно конференции в конференцию, выживаемость тоже между ними есть. Платы могут доставаться на горячую, также ставятся на горячую, конференция не пересобирается. Если мы говорим про видеотерминалы, которые у нас есть, какое вот их количество здесь довольно-таки большое. От специализированных для Министерства обороны, либо это может быть для РЖД использовано, куда-то в поля уехали, пожалуйста, по ВКСу поцепились. И чаще всего часто используемые терминалы вот в таком виде. Кодеки ставятся либо в небольшие переговорки, ну вот давайте посмотрим, да, групповые терминалы, гранат у нас есть такое название, да, вот это вот ставится в небольшие переговорки до пяти абонентов этой переговорной комнаты, подключение по ТЗ-камер, внешние аудиоустройства подключения, поддержка пресетов. И есть следующий этап развития граната, это вот более такая продвинутая версия, ставится отдельно в, ну, одна юнита, в 19-дюймовую стойку ставится, может есть исполнение этого граната до 20 абонентов, на себе уже может затерминировать в такой сапфир на минималках, либо это на большие комнаты переговорные для подключения, как видите, большое количество интерфейсов, подключения различных устройств, там, хрестронов и так далее. А это управляется, вот этот вот гранат, ну, и это тоже может управляться через корунт, то есть поставилось устройство в стойку где-то далеко, им надо управлять, ставится на рабочий стол или на стол переговорки. Вот такое устройство, корунт, и управляется. Все интерфейсы, даже система управления, единая всеми гранатами, ну, и не только всеми гранатами, понятно, и там полностью все заказчики довольны, никаких вопросов нету по системе управления. Также есть терминалы персональные, это вот ставится на рабочий стол, это вот именно персональный, как он и звучит, так и есть. Встроенная камера, встроенные динамики, могут быть подключены динамики, могут быть подключены внешние камеры, если вдруг неожиданно там что-то не понравилось, и дополнительную камеру куда-то надо повесить. Исполнение 19, 27, а, 21, 27 и 15 дюймов. Также есть персональный терминал Onyx. Onyx это больше, тут такое двоякое решение, это может быть как терминал VKS, если у него здесь будет присутствовать VKS камера, исполнение с одной, с двумя трубками, либо как диспетчерский пульт. Если здесь камеры нету, то это будет диспетчерский пульт для какой-то большой диспетчерской части. Также исполнение с одной, с двумя трубками, возможно, подключение внешних гарнитур, чтобы можно было ходить, или там руководитель, или главный инженер ходит, разговаривает, можно подключить джабр, пожалуйста, без проблем, работает до пяти метров, нормальная, адекватная слышимость. Также следующий этап развития или ступень развития всего предыдущего, что я сказал, и то, что себя включает, втягивает, это унифицированные коммуникации. В принципе, это программный продукт, который ставится у самого заказчика, это ставится ядро у самого заказчика, несколько виртуальных машин, либо на нескольких серверах. Что это предоставляет? Аудио-видео вызовы, то есть в рамках программного, скажем так, программной оболочки, это либо ARM с веб-интерфейсом, с веб-ПО, либо это программное обеспечение, установленное на Android, либо iOS, официально скачивается, на маркете это все есть. Понятный интерфейс, это интерфейс такой, знаете, телеграмма или WhatsApp, понятный, тут проблем никаких не будет, переучиваться не надо, все ясно. В рамках него можно делать видео-вызовы точка-точка, аудиовизовы точка-точка. Если поставить сапфир, либо отдельный у нас продукт, АКСС, автоматическая конференц-связь, то тогда можно прямо отсюда собирать ВКСы на несколько абонентов, ну, в зависимости, если мы говорим про ВКС и сапфир, то это там 250, 300, либо 8-9 человек. Также в рамках АКСС, это конференц-связь голосовая, можно в зависимости от того, какое количество необходимо, там, 1, 2, 10, 30, 40, ну, 1, понятно, нет, это не АКСС, 40, 50, 200, до 300 человек можно создать. Обмен файлами, всевозможный, до 2 гигов можно файл передать. Также текстовые сообщения, все это у вас, ну, как, заказчик получает телеграмм с расширенными возможностями и со всей базой и со всеми данными, которые замкнутся в рамках его предприятия или в рамках его компании. Да, понятно, можно там принт-скрин и куда-то убежать, но так или иначе, все это все-таки как-то локализуется внутри компании. Про наш, то, как у нас это идет, развивается идея. То есть мы, на самом деле, Tatei, это полностью отечественное решение и полностью отечественный производитель, как по программному обеспечению, так и по аппаратному обеспечению. Производим в Санкт-Петербурге порядка, ну, как ранее уже было сказано, порядка 800 человек у нас, из них там порядка 400, это в чистом виде технический персонал, разработчики, программисты, тестировщики и так далее. Если вот у заказчика ситуация по NGN, да, вот когда вы будете заходить, как общаться, чтобы это было легко, мы совершенно спокойно оставляем часть парка АВАЙ, то есть мы можем сохранить шлюзы АВАевские, мы можем поддержать телефоны H323 АВАевские. Также мы можем поддержать функционал, если мы процесску говорим, то это чаще всего у заказчика, они хотят именно функционал поддержать, который есть, то есть чтобы все дополнительные виды обслуживания, к которым они привыкли, абоненты. Остался цисковский телефон, ядро поменялось. Все это у нас есть, поддерживается. Также по ВКСу работаем как, если мы говорим про терминалы, работаем с серверами, что с поликомовскими, что с цисковскими. Если наше ядро брать, то оно без проблем взаимодействует с поликомовской оконечкой и с цисковской оконечкой. В конце осени у нас выходит софтовое решение, софтовое ВКС, как вы видели ранее, это была железная кассета, вот, будет также софтовое решение. Спасибо за внимание, коллеги, я постарался оперативно. Там тебе, Рома, вопросов накидали. Вот да. И пожеланий по замене АВАИ. Так, заменить АВАИ в министерствах. Заменим. Ну, как я сказал, смотрите, по замене АВАИ надо смотреть, какие именно АВАИ. Мы поддерживаем, у нас есть работа с слюзами G430, G450 и поддержка H323 телефонов. Надо понять, именно, что существует. Вот. Ну, и, собственно говоря, тогда и уже двигаться, что непосредственно необходимо самому заказчику. Сейчас у нас, если с H323 у них есть там кнопки быстрого вызова, да, или быстрого ДВО, там, собрать конференцию и так далее, сейчас у нас идет доработка этого функционала, чтобы эти клавиши все так же работали. Ну, вот, да, права и хитрости сплошные. Да, Роман, спасибо. Все верно. Так, расскажите непосредственно про экспорт, как вы выходите на заказчик. Вот, давайте тогда сейчас оперативно постараюсь про выходы на заказчик. Вот в рамках NGN, скажу, и в рамках наших взаимодействий, которые были для внешних, да, каких-то решений. По Восточной Гаване это, чаще всего, активности именно на уровне стран и министерств. Спускается задача на какой-то проектный институт, предположим, там, ZEP, в Москве находится, и так далее. Институт начинает сам что-то придумывать, зарисовывать, подчас не синхронизируясь ни с видением, там, что надо. Вот идет как-то по накатанной. Он всю жизнь рисовал авая, дальше начинает рисовать аваю. Мы все-таки подходим, также заходим в эти институты, говорим, объясняем, пытаемся там объяснить, что не надо каких-то вендоров зарисовывать, ну, и нас. Если, опять же, есть опыт взаимодействия с самими заказчиками, выходим тогда на заказчика непосредственно, если вот Гавана, либо там в Иране объекты есть, объект 53, это АС Бушер, то с ними, да, взаимодействие как-то попроще уже идет, потому что все-таки проектные институты прислушиваются. Дальше после проектных институтов появляется генподрядчик. Генподрядчик также может продавить свое решение, но также надо взаимодействовать с генподрядчиком. Это вот из моего опыта то, что было сделано. Как сертифицируетесь в странах? Если мы ставим программное обеспечение, тут сертификации возможно никакой не надо. Если сервера, то да, надо обсуждать, надо смотреть. Вот если мы говорим про кассеты, установка кассет, надо уже смотреть дополнительно. На самом деле, можно я немножко ром договорил? Не во всех странах требуется сертификация, и не во всех странах она обязательно. Это зависит очень сильно от заказчика. То есть, например, когда мы ставили, если установка идет, например, коммерческого оператора, частная компания, не государственная, то в этом случае не всегда оператор требует проходить какую-то сертификацию, даже несмотря на то, что если мы везем свои железы, свои мотули. во многих странах, благодаря в том числе нашим контактам Минцифры и поездкам постоянным на рабочие группы, на межправительственные комиссии, нам удалось дознакомиться и побывать в сертифицирующих органах или, как сказать, агентствах или технопарках, где проводится сертификация. Поэтому, честно, теоретически мы были к этому готовы. сертификации, но, насколько я знаю, возможно, только в Казахстане мы сертифицировались или где-то, да? Не помню. Ну, спасибо, Дарья. Касаемо, если вот межправительственные, возможно, это, ну, про ТЭС, а то же самое, тут, возможно, у них будут какие-то вопросы к надежности и так далее, все-таки, ну, это как из возможных. Вот. Будем проходить. Что же еще делать? Мы в целом имеем даже опыт сертификации на Украине. Мы до начала событий активно работали с украинскими операторами, поэтому там обязательная сертификация даже при установке в оператор, поэтому мы выжили там сертификацию, так что готовы на рынок. Все, и, коллеги, я, как понимаю, вопросов не осталось, тогда все, спасибо. Если что, обращайтесь. Какие аргументы для замены решений конкурентов на зрелых рынках? На зрелых рынках, да, вот вопрос про зрелые рынки. Ну, смотрите, тут уже начинаются нюансы. Вот так вот просто подойти, ладно, скажем, есть компания Майтл, Митл, чтобы проапгрейдить в компании Роснефти, надо было необходимо произвести апгрейд и докупку какого-то перечня телефонов порядка 50. Им выкатили такой ценник Майтл на апгрейд их существующей версии, чтобы, возможно, было докупить еще 50 новых телефонов и допоставить. Им надо было всю систему апгрейдить и эти 50 телефонов докупить, и тогда только эта вся история работала. Они посчитали деньги и поняли, ну, пообщались с нами и поняли, что выгоднее поставить протей, решение, которое, собственно говоря, будет работать и не будет их отбирать, которое поставили уже один раз и оно работает. И не надо каких-то там лицензионных каждый раз дополнительных отчислений за апгрейд. Да, гарантия, в рамках гарантии идет пролонгация, вот, и новые какие-то программные обеспечения, там, новые версии будут доступны. Вот, и все, собственно говоря. Касаемо еще из аргументов, нету своей проприетащины. Да, мы можем работать, мы можем для вот этих вот странных решений, где есть проприетарщина своя, такая, как у Huawei есть подчас проприетарные вещи, у Huawei вот люди очень сильно сталкиваются с тем, что у Huawei своей проприетарщины много, и потом с ними тяжело работать, и мы с этим также сталкиваемся, когда пытаемся, ну, мы меняем Huawei, то сталкиваемся с проприетарными вещами, и здесь заказчик сталкивается с тем, что он все-таки топчется на этой проприетарщины, там, ступает на эти грабли, и ему никуда не деться, и он просто завяз, и все. Поэтому мы можем интегрироваться с другими, поэтапно менять других, и, собственно говоря, это выведение становится по факту потом заказчику, просто с ним это потом, ему с этим проще жить. Он не зависит от этой сложной лицензионной политики, там, где за аналоговый телефон заплати столько-то денег за лицензию, за более расширенный телефон с функционалом там, CPU, заплати столько-то, а за видеофон еще столько-то денег заплати, у нас этого нет, у нас просто есть лицензия на абонента, туда сразу все входит. Поэтому вот если так в лоб, то это как аргумент это просто выгоднее. Вот. Спасибо. А каких препаратарных компонентах? Huawei. Ага. Huawei в AI больше нету, ранее, да, был, ранее у него были препаратарные вещи, вот, точно, вот, сейчас на вскидку не скажу. если если по Эзернету, ну, по Эзернету, как и у Циска, предположим, там у них своя история, если я не ошибаюсь, они начали продвигать SDA, по-моему, Software Network, что такое, да, что-то подобное. Вот. Возможно, на примере Huawei Дарья расскажет, какие там есть нюансы с препаратарным Huawei, если это такое есть. Ну, есть, да, я готова поделиться, коллеги, но предлагаю это сделать, опять же, за скобками, мы очень много можем вещать и разговаривать и рассказывать, и делиться опытом мы с вами, вот.